Лежачего бьют. В небольшом городке Зеленодольск Днепропетровской области школьники жестоко поиздевались над сверстником. Они не только избили подростка, но и выложили видео в интернет. За что пострадал восьмиклассник и кто за это ответит, разбирались наши корреспонденты. Это видео сейчас пытаются удалить со всех интернет-ресурсов, хотя еще несколько дней назад сцена избиения школьника собирала сотни лайков. Восьмиклассник Андрей Новиков говорит, на разборке его заставили прийти сверстники из соседней школы, но честного поединка не вышло. После того инцидента голова болела и ребра. День проходит, у меня уже ребра валят очень сильно, и голова кружилась и болела, тошнила. Видеоизбиение в интернете увидели и учителя Андрея. Они и рассказали родителям, ведь те о происшедшем ничего не знали. Ребенок упал, валяется, они его добивают дальше. Еще комментарии со стороны его зрителей, что давай добивай, давай, молодец малой, бей его дальше. За что избили их сына, родители так и не могут понять. Все участники инцидента внезапно заболели и в школу не ходят. Не отвечают на звонки и их родители. В школе, где учится главный обидчик Андрея, нам тоже не обрадовались. Вы не понимаете, какой это позор вообще. Мне стыдно, мне противно, я ничего этого не хочу. При этом добавляют, за учеником, который на видео пинает Андрея, жестокости не замечали. Мало того, говорят, принимал активное участие в акции «Стоп насилию», который недавно проводили в школе. Он участвовал во всех тренинговых упражнениях, где мы разбирали все виды насилия. И можно было заметить его адекватное понимание того, что это существует, что это плохо. Родители, пострадавшие ребенка, уже написали заявление об избиении в прокуратуру. Несмотря на то, что избивавшему подростку 12 лет он может понести наказание. Несмотря на то, что подросток, который наносил удары другому, еще не достиг веку криминальной ответственности, то ему 12 лет, то за клопотанием следствия до него могут быть использованы заходы промышленного характера. Направление его до специального научно-выходного установки для детей и подростков. Наказать могут и родители и подростка, гривней. Но пока, говорит мама избитого мальчика, те лишь усмехаются. Сергей Бордюжа, Елена Миндалюк, Игорь Воробей, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область.